Валерий Пылаев Горчаков Книга первая Лицеист Читает Родион Нечаев Глава первая Ваше сиятельство, просыпайтесь! Моей ладони коснулись чьи-то теплые пальцы. Женские, судя по голосу, который я услышал. Если, конечно, все это происходит со мной на самом деле. Я помнил только удар, боль, машину, буквально обнимающую столб. Потом крики, сирены. Ваше сиятельство, я же вижу, что вы не спите. Женщина, а скорее девушка, державшая меня за руку, едва слышно захихикала. У вас глаза двигаются. Просыпаться не хотелось. Я не знал, да и не слишком-то торопился узнать, почему вдруг превратился в какое-то там сиятельство и что за дичь вообще творится. На данный момент меня вполне устраивало то, что тело больше не пытается развалиться на части. Боль ушла. Может, не полностью и не насовсем, но все же достаточно, чтобы я мог в полной мере насладиться возможностью растянуться в мягкой постели, вдохнуть знакомый каждому запах больницы и слушать приятный девичий голос. Но таинственная незнакомка звала меня. И чтобы разобраться хоть в чем-то, придется сначала вернуться в реальный мир. А-а-а! Я прикрыл глаза от света свободной рукой. Я что, умер и попал в рай? Реальный мир спешил порадовать. Темноволосая девушка сидела на крюе койки, прижимаясь к моему боку бедром. И это самое бедро я видел... В общем, видел. Одежда выдавала в незнакомке медсестру, но на ум почему-то сразу приходило что-то вроде тематической вечеринки для взрослых. И дело было не в отсутствии положенной белой шапочки, откровенном вырезе или слишком коротком халатике. Они-то, хоть и не без труда, пока еще укладывались в рамки приличия. А вот сама девушка стремилась вырваться и из рамок, и из халатика. Пуговицы на весьма привлекательных формах держались на честном слове, а из-под прошитого белоснежного краешка в бессовестной близости от моей ладони выглядывали не колготки, а самые настоящие чулки. Да и в целом униформа красотки казалась немного тесноватой. В хорошем смысле. Умер? Нет, что вы, ваше сиятельство. Медсестричка захлопала длиннющими ресницами. Вы были без сознания почти двадцать часов, но теперь все позади. Я так волновалась. Из-за меня? Или подобный подарок судьбы здесь положен всем пациентам без исключения? Если я провалялся овощем почти сутки, то... Стоп! Так не бывает. Я покрутил головой из стороны в сторону. Пошевелил руками, такими же чужими и незнакомыми, как и сиятельство. Довольно крупными, но все-таки слишком тонкими и гладкими, чтобы принадлежать взрослому мужчине. Скорее уж совсем молодому... пацану лет семнадцати-восемнадцати. Что за... Я заерзал, проверяя подвижность тела, и, наконец, подтянул ноги. Которые не только оказались на месте целиком и полностью, но и работали. Движения давались не без усилий. И все-таки я определенно был в куда лучшем состоянии, чем полагается человеку, которого авария еще вчера превратила чуть ли не в фарш. Татьяна! Заглядевшись на красотку медсестру, я не заметил, как в палате появилась еще одна докторша. Высокая, голубоглазая и со светлыми волосами, собранными в строгий тугой пучок на затылке. Похоже, это было рангом повыше, судя по возрасту, золотому шитью на лацкана халата и стетоскопу на шее. «Ой, здравствуйте, Ольга Михайловна!» Медсестричка по имени Татьяна тут же соскользнула попой по простыне, в мгновение ока оказываясь от меня на расстоянии вытянутой руки. «Его сиятельство проснулся! Я хотела...» «Его сиятельству нужен покой!» Отозывалась Ольга Михайловна. «Ступай, Татьяна!» Властной докторше не пришлось ни повышать голоса, ни просить дважды, ни даже указывать на дверь взглядом. Она лишь чуть сдвинула брови, и Татьяна тут же исчезла, напоследок подарив мне ещё несколько секунд созерцания весьма аппетитной пятой точки, обтянутой халатиком. Рефлексы в норме. Ольга Михайловна улыбнулась одними голками губ и переспустила очки на кончик носа. «Как самочувствие?» Я, наверное, должен был что-то ответить, но так и не смог. Окончательно пробудившийся разум переваривал тонны информации за раз, и наречиву скудных мощностей попросту не хватало. Я в больнице, это понятно. В отдельной палате, и не обычной, а явно рассчитанной на тех, кого принято называть особо важными персонами. Судя по идеальному ремонту, заделанному под старину пузатому телевизору в углу и широкой кровати, назвать которой койкой не поворачивался язык, секс-бомба Татьяна, похоже, идёт ко всей этой медицинской роскоши в комплекте. Да и сама Ольга Михайловна выглядит слишком важной птицей, чтобы лично проведывать, кого попало. Впрочем, сама она обращалась ко мне и без непременного ваше сиятельства, и даже без имени и отчества. А значит... Княгиня Ольга Михайловна Бельская. Докторша, похоже, уловила ход моих мыслей и, наконец, решила представиться, попутно изобразив что-то вроде лёгкого поклона. «Статский советник медицинского ведомства и, по совместительству, главврач этого заведения. А вы?» «Александр Петрович», — пробормотал я и вдруг неожиданно для себя добавил. «Князь, внук князя Горчакова». «Ого, а это откуда? Еще пару минут назад я не мог вспомнить даже». «Хорошо», — кивнула Ольга Михайловна. «И все же, как вы себя чувствуете, князь?» «Честно, намного лучше, чем...» Я на мгновение задумался, подбирая слова. «Чем должен был после такого. Я попал в аварию?» «Верно. Ольга Михайловна поправила очки. Давайте-ка посмотрим». Я ожидал, что она возьмется за стетоскоп или примется измерять мне пульс, но вместо этого княгиня прикрыла глаза, и уже через мгновение я почувствовал в области груди лёгкое покалывание. Странное ощущение спустилось ниже. Чуть прогулялась по рукам, а потом ушло в ноги. «Да она же меня просвечивает. Сама, без всякого рентгеновского аппарата или мудрёной аппаратуры, которой в этой комнате даже нет, хоть и меня и собрали по частям меньше суток назад. Куда бы я ни попал, врачи здесь явно умеют кое-что... особенное. По крайней мере, некоторые из них. Медсестра Татьяна блистала скорее формами, чем тайным знанием. Ольга Михайловна вовсю гуляла по мне своим сканером, а я за неимением других вариантов в ответ разглядывал её. Главврач и статский советник медицинского ведомства оказалась моложе, чем я подумал сначала. Серьёзность очки и строгая прическа, и не менее строгий халат, во всяком случае подобранный по размеру, добавляли ей чуть ли не полтора десятка лет. Но на самом деле она едва ли была намного старше тридцати. Мне всегда нравились именно такие. Взрослые, самостоятельные и умные. Властные, будто покрытые сверху ледяной бронёй, но внутри хрупкие. Кому? Мне? И как я вообще могу думать, если моё всегда началось каких-то двадцать часов назад? Виска вдруг заломилась такой силой, что я закрыл лицо руками и застанав вжался затылком в подушку. «Князь, что с вами?» Ольга Михайловна шагнула вперёд, и я снова ощутил покалывание. На этот раз во всех частях тела разума. «Больно?» «Нет, ничего». Я осторожно отлип от кровати и приподнялся на локтях. «Просто слабость. Пройдёт». Голова будет кружиться несколько дней. Ольга Михайловна достала из кармана увесистый блокнот и отлистала пару страниц. «Возможно, лёгкая слабость. Но после магического исцеления такого уровня это нормально. А в остальном всё в полном порядке. Удивительно крепкие организмы». «Магическое исцеление?» «Да, это неплохо всё объясняло. И моё почти воскрешение из мёртвых за какие-то сутки. И излучение Ольги Михайловны. И чуть ли не все остальные странности разума. Но желания снова копаться в запретной зоне памяти как-то не возникало. «Видимо, именно вас я должен благодарить за своё чудесное спасение, княгиня». Я кое-как перевернулся на бок. «Вы очень хороший врач. Целитель». Ольга Михайловна поправила меня, не задумываясь, но вдруг сдвинула брови. «Мне приятно слышать подобные слова. Но к вашему выздоровлению я имею весьма косвенное отношение». «Вот как». Я откашлялся. «Интересно». «Поймите, князь, подобное попросту невозможно. Во всяком случае, для магоцелителя пятого класса. Резерву не хватит даже на основные операции. Примерно три четверти повреждений восстановились». Ольга Михайловна на мгновение смолкла. «Я понимаю, что мои слова прозвучат странно, но других у меня нет. Ваши раны будто зажили сами собой». «Медицинское чудо». Улыбнулся я. «Может быть. Или спонтанно возникшая сильнейшая связь с родовым источником. Очень редкое явление и опасное. Почему?» «Магия, которая достается от предков, даёт многое». Ольга Михайловна нахмурилась и чуть поджала губы. «Но и потребовать может немало. Всему есть своя цена. Резерв, родовой источник. Именно так, с большой буквы. И своя цена. Ещё и загадочная, может быть, из уст Ольги Михайловны, которая, казалось, должна знать вообще всё на свете. Слишком много для одного захода». В висках снова заколола, но я не подал виду. И всё же главврач явно сообразила, что я толком не понял примерно трети сказанных ей слов. Хотя должен был понять. «Князь Александр Петрович». Щёки Ольги Михайловны вдруг чуть подёрнулись розовым. «Я понимаю, что правила приличия обычно не допускают подобных вопросов. И всё же я ваш лечащий врач, поэтому...» «Моя память...» Улыбнулся я. «Так, княгиня...» Оказывается, даже её можно смутить. «Да». Ольга Михайловна с явным облегчением закивала. «Я знаю, ни ваши братья, ни тем более дед не потерпит. Обещаю, всё, что вы мне скажете, не покинет этой комнаты. Слово дворянки». «Благодарю вас, княгиня. Я всё-таки заставил себя приподняться и выполнить хоть что-то похожее на поклоны. Но тревожиться незачем. Уверяю, если мой разум и пострадал, то не так уж сильно. Несколько дней вполне хватит, чтобы я вспомнил всё, что мне следует знать. «Даже сущая чепуха может стать причиной пересудов. А причин сейчас и так предостаточно». Ольга Михайловна снова спустила очки и устало потерла переносицу кончиками пальцев. «Но мне нравится ваш настрой, князь. Отдыхайте. Вам что-нибудь нужно?» «Я едва не ляпнул курить. И тут же снова почувствовал, как виски будто сжимают тисками. Александру Петровичу Горчакову, внуку князя и потомственному дворянину, в свои неполные семнадцати лет баловаться подобным определённо не положено. Так что...» «Газету». Я огляделся по сторонам, но так и не увидел ничего хотя бы отдалённо похожего на пульт от телевизора. «И, наверное, ещё немного поспать. Как пожелаете», — кивнула Ольга Михайловна. «Что вам принести? Петербургский листок, голос, биржевые ведомости? Может быть, смену? Или что-нибудь литературное? Всё, если можно. Я не стал дождаться, пока книги не огласит весь список. И не обязательно свежие. Мне стоит наверстать упущенное». Ольга Михайловна удалилась и буквально через несколько минут вернулась целым ворохом печатной прессы. То ли я каким-то образом успел набрать в её глазах несколько очков, то ли она действительно так сильно опасалась тех самых пересудов. Но газеты и журналы принесла сама. Я не стал привередничать и взял первую попавшуюся. Мне всё равно предстояло прочитать всё. И, возможно, не по разу. Издание порадовало мягкой белой бумагой и приличным качеством печати. Я сложил здоровенный лист пополам и начал с заголовка «Санкт-Петербургские ведомости». Чуть ниже разместился герб «Двуглавый орёл» со скипетром и державой. Улыбнувшись, я спустил строчкой ниже и прочитал. Номер 3. Пятница. 18 июля 1967 года. Тут-то меня и накрыло.